Друзья мои, всем привет! Это очередная серия фильмов о мощных палках. В данном видео я хочу вам показать еще одну палочку бескалечную. Это серия инлайн. Палочка, ну, по сути, не имеет колец на своем бланке, если вкратце. Кто смотрел мои предыдущие видео, уже понимает, о чем идет речь. То есть, плетенка проходит внутри бланка. Данный спиннинг под брендом VFT. Это серия Preon. В размере 2,40. С тестом 300-600 грамм. Где-то 30 лб. На нем так написано. Друзья мои, спиннинг довольно-таки интересный. Он не сильно жесткий. И зайдет под определенные задачи. Я думаю, что фанатов у данного удилища тоже предостаточно. Давайте его посмотрим поближе. Поковыряем стену и рассмотрим, может быть, какие-то детальки поближе. Предварительно могу сказать, этот спиннинг идеально подойдет для водоемов без течения. Под разноплановые приманки. Под приманки не крупные. Под даже халки 150-е. Но в определенных условиях ловли. Он также, в принципе, я думаю, что возможно подойдет для рыбалки и на Ахтубе. Опять же, под определенные приманки. Мне даже будет интересно, если мне дадут его попробовать под халкообразные приманки. Под бандоса я думаю, что подойдет. Единственное, вот этот вот загиб сильный, то есть он будет очень хорошо держать рыбу. Он будет хорошо вязать рыбу. Но при подсечке, при подсечке, скажем, того же самого судака, вот это будет лишнее. То есть с одной стороны, когда палка хорошо вяжет, это хорошо. А с другой стороны, подсечь резко мы не сможем. Того же самого клыкастого или того же самого сама. Для ловли сама и для клыкастой морды я бы все-таки брал пожестче удилище. Но опять же, это я говорю, под условия, скажем, астраханские, под Ахтубу. Если брать, рассматривать условия, скажем, водоема без течения и когда мы будем ловить не сильно упористые приманки, то, возможно, вот такой бланк нам даже больше подойдет. Это все надо проверять на воде, но я все равно, как правило, вот такие, как вы видите, удилища стараюсь не использовать. Они хороши в определенной, при определенных задачах, особенно при ловле щуки. Или когда мы ловим, ну, не со спиннингом в руке, когда мы не готовы подсекать моментально, как я делаю при ловле судака. То есть, этот спиннинг, повторюсь, будет отлично вязать, отлично вязать рыбу. И борьба будет, конечно, тоже довольно-таки интересная. Многие поклонники есть такой ловли. Но, еще раз скажу, опять повторюсь, при моментальной подсечке судака данное удилище не подойдет. Итак, друзья мои, давайте мы его оснастим, точнее уже соберем и поковыряем стену. Ручка вполне нормальная, длинная. Блин, предварительно палочка нелегкая. Да, палочка нелегкая, она типа как СФТ, которую я показывал ранее. Итак, пойдемте посмотрим. Да, спиннинг, видите, какой гибкий. То есть, реально, где-то под халками он, возможно, загнется где-то даже вот так на Ахтубе. То есть, ну, гибкий спиннинг. Этот спиннинг все-таки, наверное, и вот он, видите, как отыгрывает. Он прям, то, что я показывал сейчас ранее, он такой вот, ну, конечно, топшистом его не назвать, но он прям вот весь такой игривый. Вот. Больше, наверное, что я тут ковырять не буду. Но, говорю, вот этот, в принципе, тот вариант, когда нам нужна палочка под определенные задачи, скажем, может быть, под водоем без течения или как второй вариант, как вторая палочка за спиной. Это, наверное, будет идеальный вариант. Не знаю. Ну, как бы вот интересная палочка, но я бы не сказал, что это прям мой экипаж. Ну, вот как-то так. Предварительно палочка не моя. Вот. Но я бы хотел ее половить, скажем, на озере Вселук. Вот. Я думаю, что мне мой друг ее предоставит, и я попробую все-таки половить. Итак, давайте посмотрим его поближе, потому что, все-таки, повторюсь, я говорю, палочка интересная, она под определенные задачи, и многим, многим она зайдет. Я знаю, есть у меня подписчики, которые, ну, смотрят мои видео, что-то у меня ну, черпают, скажем так, но все равно ловят по-своему. Это, я говорю, дело каждого. Я повторюсь, как бы, мое направление, по сути, мое направление, и отчасти, ну, по сути, даже я его создал, вот этот, не просто троллинг в один спиннинг, а именно свой вид троллинга в один спиннинг. Как я ловлю, если кто знает, тот знает, так, по сути, ну, я не знаю, может кто-то ловил, скорее всего, ловил, может быть, не ловил, но об этом, наверное, заговорил, наверное, я первый, вот, и до этого была тишина, и никто так не ловил. Итак, давайте, посмотрим эту палочку поближе, повторюсь, она многим-многим зайдет, палочка имеет право на жизнь, палочка довольно-таки интересная, но она нелегкая, типа, как вот палочка была у меня SFT, только SFT, если она, ну, немного другого типажа, кому интересно, посмотрите, значит, перейдите по ссылочке, обзор, но она, вот, бланк очень похож, он вообще просто, и по дизайну очень похож, и по форме рукоятки очень похож, вообще, грубо, как будто бы это сделано на одном заводе, но по разным заказам. Итак, у палочки очень большая гайка, вот это вот закручивание, значит, катушки очень большая, то есть здесь можно аж вот так все ладони закручивать, это мне очень нравится, то есть тогда вот маленькие гиганечки, так вот прям пальчиками, лигерик прокручиваешь, поворачиваешь, это, конечно, напрягает. Здесь прям можно закрутить достойно, аж, наверное, блин, треснет здесь все, как можно закрутить. Очень это нравится, очень достойно. Значит, ручка из Эвы очень твердая, то есть Эва очень качественная, упор под пояс металлический, это мне не очень нравится, сюда нужно или заглушку одевать, потому что если упереться при определенной, ну, если нам понадобится упереться, как говорится, наше пузо или какую-то эту душную полость, то это будет не очень приятно. Катушка-держатель в целом очень-очень прочная, стенки прочные, куда заходит ножка, лапка, здесь, значит, металл, повторюсь, это прям вообще огонь, мне очень нравится, прям берите на вооружение, кто делает палки, там кто-то создает палки, прям огнище вообще. Значит, здесь такая рифленка, рифленка идет, рифленка мне никогда не нравилась, потому что это, ну, ни к чему, я не знаю, зачем это сделано, идет вот такие вот какие-то рифленки какие-то идут. Так, друзья мои, хук-кипер под приманки, под застежки, там, не знаю, ну, короче, чтобы зацепить мелочь, но приятно, очень приятно. Так, друзья мои, толщина стенок, толщина стенок, блин, идеальная, толщина стенок нормальная, хорошая толщина стенок. Теперь, значит, сам бланк. Сам бланк я уже показывал, да, как бы его строй. Кольцо. Кольцо разборное. Оно раскручивается. Можно почистить. Само оно металлическое. Сам тюльпан полностью. Это хорошо. Вставка. Все на месте. Разборный. Здесь вспомогательное, значит, вот это кольцо идет. И непосредственно сам вход под плетелку вовнутрь. Так, а вот здесь вот стенки бланка. Здесь узкие, здесь толстые. Здесь что-то какая-то шляпа. Вьетнамская. Здесь хрень. Дизайн спиннинга очень-очень интересный, достойный такой, ну приятный. Такой какой-то интересный-интересный. Ну что, друзья мои, вот такую палочку я вам показал в очередной серии. Серии фильмов о мощных палках. Надеюсь, видео вам было полезным и интересным. Ставим лайки, подписываемся. Ну и, как обычно, желаю вам рыбацкой и жизненной удачи. Ловите больше, отпускайте чаще. Всем пока. Этот спиннинг, наверное, как по мне, в моем понимании, будет идеален для ловли щуки. Для ловли на второй спиннинг. То есть, если мы поставим его как второй спиннинг. И для тех, кто не хочет или не понимает, или не хочет понимать суть дела и ловит на самозасечке. Таких ребят много. Такие, как говорится, мужики-рыбаки есть. И вот для таких рыбаков, в принципе, данный спиннинг будет, ну, идеальным. Потому что этот спиннинг, он не сильно жесткий. И он много что простит. Он будет вязать рыбу. Тут даже фрикционом сильно пользоваться не придется. То есть, этот прям вот спиннинг, ну, по сути, я бы сказал, даже можно сказать для начинающих. Но, опять же, смотря что мы хотим от этого спиннинга. Смотря что мы хотим, точнее, от своей рыбалки. Вот как по мне, я бы подумал, брать мне, к примеру, такой вариант, такой стройудилища или не брать. Но, все-таки я попробую им половить, чтобы, допустим, опять же, какой-то опыт себе набрать. И им опыта лишнего же не бывает. Поэтому, чтобы какую-то информацию еще для себя дополнительно почерпнуть. Повторюсь, спиннинг имеет право на жизнь. Продолжение следует...